Существуют две вещи, о которых постоянно мечтают девушки. Сбросить вес и что-нибудь поесть. При этом есть девушки, которые могут есть все, что угодно, и при этом оставаться стройными, их еще называют ведьмами, а есть те, кто буквально поправляется от одного запаха булочек. В чем секрет этих ведьм? Может быть, какая-то особая генетика или волшебный молниеносный обмен веществ? На самом деле здесь нет никакой магии, а чистая наука. И в этом видео я расскажу вам, что такого делают ведьмы, чтобы есть и не поправляться. И также дам волшебное средство, самое действенное и самое эффективное, от широкой кости. Итак, мы знаем, что ведьма ест и не толстеет. Как это возможно? Дело в том, что мы полнеем не от каких-то определенных продуктов, а от переедания в целом. И даже если вы едите самую полезную гречку, сибас на пару, брокколи, в промежутках перекусываете полезными орешками, но при этом вы вообще не двигаетесь и едите очень много, то вы, естественно, перебираете калорий и, естественно, набираете лишние килограммы. Поэтому, чтобы стать ведьмой по науке, заведите дневник питания. Удобнее всего это делать с фото. Каждый раз перед приемом пищи вы просто берете и делаете фотографию своего обеда, завтрака, либо ужина. Так вы сможете наглядно увидеть, что вы употребляете в течение дня и заметить, где вы перебираете калорий. Также ведьмы не запрещают себе есть ни шоколадки, ни круассаны, но это далеко не значит, что они едят такую пищу каждый божий день. Если же вы, наоборот, придерживаетесь ограничительного питания, то, скорее всего, вам даже запрещено говорить вслух такие слова, как пицца или десерт. И такое поведение, как правило, приводит к срывам. Вы срываетесь, съедаете все подряд, взахлеб, шоколадку запиваем борщом. И, естественно, такие переедания тоже приводят к набору лишних килограммов. Запретный плод всегда сладок, поэтому вместо жестких ограничений вам нужно выбрать свою стратегию питания. Например, своих учеников я обучаю такому осознанному выбору продуктов. То есть они могут съесть всегда и все, в любое время суток, если они действительно этого хотят. Что это значит? Это значит, что они могут съесть и торт на дне рождения, и какой-нибудь десерт на бранче с подружками. Но вы должны понимать, что шоколадный батончик – это примерно 350 калорий. А если он с орешками, то и все 500. А круассан – это тоже 300-250 калорий. А если с начинкой, то сами понимаете. Поэтому прежде чем что-то есть, вы должны задать себе вопрос, а действительно ли мне это сейчас нужно и важно? И приближает ли меня сейчас прием этого батончика к моей цели по сбрасыванию веса или нет? И здесь еще один очень важный момент. Ведьмы не едят, когда им грустно, скучно, когда проблемы на работе или их бросил парень, и они никогда не заглядывают в холодильник от того, что им нечего делать. Единственная причина, по которой ведьмы едят – это голод. И прошу обратить внимание, что это не аппетит, а именно настоящий физиологический голод. Как их отличить, я расскажу вам в отдельном видео. А сейчас вспомните, когда вы последний раз чувствовали себя голодными. А может быть, вы прямо сейчас хотите есть. И возьмите свою ладонь и положите на ту часть тела, где у вас возникает чувство голода. Да-да, прямо вот так вот прикоснитесь туда, где вы чувствуете голод. Правильный физиологический голод у нас возникает в естественном месте в области живота. Если же вдруг ваша ладонь оказалась на голове, на груди или еще на каком-нибудь другом месте, то это не голод. Запомните, если вы хотите стать ведьмой, есть все, что угодно и не поправляться, вам нужно есть только тогда, когда вы чувствуете голод в области живота. Не тогда, когда пришло время, не тогда, когда за компанию, чтобы не выбрасывать, или потому что выглядит аппетитно. Только тогда, когда вы чувствуете настоящий голод вот здесь. Вы должны научиться чувствовать голод и доверять ему. Для этого советую убрать все перекусы в течение дня и оставить только три основных приема пищи – завтрак, обед и ужин. Следующий очень важный инструмент ведьмы – это чувство насыщения. Вы не обязаны доедать все, что вам положили на тарелку до конца, но вы должны ощущать, когда вы насытились и готовы уже закончить ваш прием пищи. И для того, чтобы это произошло поскорее, ведьмы, как правило, используют сбалансированный прием пищи. Что это значит? Это значит, что в вашей тарелке обязательно должна оказаться зелень, обязательно должен быть источник белка, например, рыба или птица или яйцо, и обязательно должен быть источник жира. Но жир не из картошки фри, а качественный жир в виде авокадо или растительного масла. Такой прием пищи полностью насыщает вас на ближайшие 3-4 часа. Вы сможете забыть про голод и заниматься своими делами. Если у вас будут три такие тарелки в течение дня, то вы сможете очень быстро понять, как можно есть все и при этом не поправляться. Итак, чтобы стать ведьмой, вам нужно. Первое – это освоить два таких инструмента, как голод и насыщение. Второе – завести фотодневник для того, чтобы видеть, что вы едите в течение дня и насколько вас насыщает ваша еда. И третье – это не запрещать себе вообще ничего никогда, но при этом знать, что несет в вашу тарелку еда, которую вы едите. Сахар, углеводы, жиры и сколько калорий. И секретное лекарство от широкой кости. На следующие 10 дней попробуйте сделать так, чтобы между вашим ужином и завтраком проходило 14 часов. То есть, если вы поужинали в 8 вечера, то ваш завтрак, соответственно, должен быть в 10 утра или даже чуть-чуть позже. Если вы поужинали в 6 вечера, то завтрак может быть в 8 утра. Ну и если вы вдруг поужинали в 10 вечера, то сами посчитайте, во сколько вы можете позавтракать. Внедряйте эти правила и увидите, что ведьмой может стать каждая. А если хотите получить книгу рецептов с завтраками, обедами и ужинами, то подписывайтесь на мой инстаграм. С вами была Джейн. До новых встреч!